Как много мотоциклов, да? С одной стороны. Но не это удивляет. А удивляет, что некоторые водители используют для езды такие чехлы. Ну, в 30 с лишним градусную жару могут иногда и руки мерзнуть. Как коммунистические субботники в советские времена. Распродажа только. Всем большущий привет. Нахожусь я, знаете где? Уже, наверное, догадались, судя по фону. Нахожусь я на фруктовом рынке, который находится, в свою очередь, на Тепразике, возле Колизея. Здесь очень много фруктов, но в пандемии многое что изменилось, а именно, в первую очередь, изменились цены. Вот рядом с этим местом находится рынок, справа от Колизей, шоу Паттайя. Здесь, на самом деле, проходит шоу трансвеститов. Но, видимо, из-за пандемии, из-за коронавируса их разогнали, бросается в глаза такая, знаете, долгая пустота и отсутствие народа. Сейчас покажу общий план рынка. Я нахожусь посередке. Он вот расположен так в длину. Давайте посмотрим, сколько стоят арбузы. Арбузы стоят 13 бат килограмм. Арбузики такие, ну, разных размеров. Есть маленькие, есть крупные, разные сорта. Есть желтые арбузы, есть арбузы красные. Большие желтые бананы 30 бат за килограмм. 30 бат за килограмм также стоят маленькие бананчики. Тех, которых я раньше не встречал у нас дома. Мандаринки 45 бат. Продавщица так резко подбежала ко мне, думала, что я собираюсь покупать. Но увидела, что я делаю обзор, и у нее пыл иссяк моментально. 10 бат яблоки. 120 бат килограмм стоит авокадо. Кстати, такое авокадо мне стало больше нравиться. Длинное есть круглое авокадо. Ну и круглое тоже нормальное. Не всегда рынок может быть чисто фруктовым или продаваться на нем промышленные товары. Всегда немножко перемешку. 25 бат стоит относительно крупный кокос. Смотрите, да? Очень много манго. Манго стоит от 15 бат, но за 15 бат закончилось. Были ценники за 10 бат. За 20-25 довольно-таки крупные. Вот эта манго как раз в дорогу, если брать с собой домой, самое то, недозревшие, дороги дозреют, будет к столу персики, это или абрикосы 100 бат стоит. Так, давайте скажите, что это такое. То, что стоит 25 бат за килограмм, а что помельче стоит 22 бата за килограмм. Что это? Напишите в комментариях. Изобилие манго за 10 бат. За 10 бат такие малюсенькие. Смотрите, на ладошку помещается. Не дозрели они. Не до выросли, вернее. Дозреть-то не дозреет. За 15 бат килограмм. 20 бат килограмм. Ну, видите, как много манго. Кстати, где-то в прессе было написано, что урожай манго сейчас огромный, а девать его некуда. Я думаю, надо было срочно договориться с северными странами, с такими, как Россия, страны СНГ, чтобы недорого привозили, и урожай бы не портился. Он реально портится, потому что я очень много вижу, как продавцы выбрасывают манго, либо их там срочно в какие-то смузи переводят за дешево. Поэтому очень жалко. Понятно, что объемы, те, которые раньше реализовывались, они огромные. Их надо как-то действительно реализовывать. Но так как застревают различные сухогрузы в Суэцком канале, тоже не факт, что дойдет свежим манго до нас. Ну, или другим путем надо будет ехать. Здесь закрыто, но я думаю, они торгуют вечером. Днем просто отдыхают. Сейчас такой жарой никто не ходит покупать. Тут яблоки, но яблоки кушать, это все равно, что, как сказал один мой товарищ, в Таиланд ездить со своей женой. Шучу, конечно. Сравнения здесь неуместные. Или в лес со своими дровами. Ананасы, конечно, для них, как картошечка. Такое ощущение, как будто ананас для них в сорнях. Стоит дешево. Вы заметили, да, что когда завтрак включен, допустим, в отель, всегда приносят ананасы, потому что он дешевый, и он вкусный. А здесь мы снова видим манговый рай. Обратите внимание. Да, и куда это все денется? Я, на самом деле, если мне все это дали бы, я бы, наверное, за год бы не съел все это дело. Но если брать по два манга в день, мне нужно будет 700 манга. А здесь, наверное, их больше. Ребята, напишите, что это такое. Я все время с дурианом путаю. И всегда мне бывает смешно, когда вот эта штука путается с дурианом. Тоже, смотрите, вот лежит долго, лежит и уже подгнивает чуть-чуть. Да, потому что они же должны продаваться и покупаться, съедаться. Ну вот, и здесь тоже самое. Уже потеряли товарный вид и ценник тоже на них упадет. А если никто не купит, так это все выбросится. Вот. Мандаринки. Ну, это тоже самое. В лес со своими дровами. У нас Китай рядом под боком. Вечный подставщик искусственных фруктов. Тут бегает маленькая клюзка. Надо будет ее заснять. А, нет, убежала куда-то. Так, быстренько пробежала вот здесь. Крыса. Вот крысы и раздолье, да? Живи, кушай бесплатно фрукты. Ну вот манго. Приличные манго за 30 бат, за 25, за 20. Вот эти зеленые, я вот не знаю, что за манго. Вкусные они или нет? Стоят столько же примерно. Обычное желтое манго пробовали. Вот у нас в России бывает, порой привезут дорогое манго, примерно 450-500 рублей килограмм. Бывает такое розовое манго, и что-то вообще, ну не то, совсем не то. Бывают желтые такие, знаете, китайские манго, это как китайская подделка. С виду похожие на манго, настоящие, а по вкусу кисловатые. Вот тот фрукт, о котором я спрашиваю, который я все время путаю с дурианом. Вот не дуриан. Обратите внимание, какое оно огромное. Я сейчас бейсболку положу свою сверху. Представляете, у меня бы такая голова была бы, да? Она и так у меня не маленькая. А если бы еще вот такая была бы, то обзоры были бы более смотрибельные, наверное. Тоже вкуснятина, конечно. Но вот смотрите, бананчики уже все портятся. Куда они их потом денут? Кому они будут скармливать? Стоит-то недорого вроде бы. Ну, они потом вот так вот, да, нарезочки делают. Что остается? Остальное все съедается. Самое главное, чтобы этот фруктовый рай не превратился в фруктовый ад. Из-за того, что никто не покупает фрукты. Фрукты геют. Это тоже одна из проблем Таиланда. Наверное, я думаю, да? Хотя это вслух не озвучивается. Но очевидно, что фермеры теряют очень многое. И мы бы были рады это все употреблять, приезжая сами сюда, привозя свое тело и потребляя им эти фрукты. Однажды в Таиландской тайге я наткнулся на такие же гроздья кокосов. Жалко, что я был не на мотоцикле в тот момент, а ездил на экскурсию. И было бы неудобно, если бы я в туристический автобус тащил бы пару таких гроздьев из их густых зарослей. Пришлось оставить. лубничку продается. Ну, такая светлая, как будто недозревшая. девушка купила виноград за 120 бат. Виноград за 50 бат. Килограмм. Такие крупные. Вкусный виноград? Да, очень. Какой вкусный? Вот видите, нам посоветовали такой виноград. Спасибо большое. Будем иметь в виду в следующий раз. Снова меня возвращает к этим лоткам. Тянет меня сюда свежее манго прямо вот, ну, не знаю. Прямо вообще просто одно удовольствие смотреть на них. Даже трогать сейчас, если получится, я прям покажу вам. Вот смотрите, какое классное манго. Упругое. Как раз то манго, которое можно увезти в дорогу домой и дома порадовать себя и близких. Куплю, пожалуй, одно манго. Порадую тоже себя. Видите, какое большое. Как раз сегодня еще рано, наверное, его есть, а завтра можно будет покушать. 30 бат килограмм. Сколько с меня, интересно, возьмите. 17 бат. 17. 17. Стоит 17 бат. Вот эта манго обошлась мне. капунграб. Окей, бай-бай. Сейчас массово внедряются нейросети. Хочется, чтобы была такая нейросеть. Мне лично, искренне хочется, чтобы вот этот вкус манго, который я буду кушать завтра, чтобы он передался через экран вам. То есть, я вам сейчас показал этот манго, и чтобы, допустим, когда сели кушать, нейросеть, она же заменяет немножко, да, как будто бы одно лицо становится другим. Чтобы вы кушали картошку дома, например, да, и у вас был вкус на языке вкус манго. Ну все, на этом я заканчиваю свой коротенький обзор про фруктовый рынок, который находится на Тепразике, недалеко от Колизея, где проходят какие-то шоу каких-то там людей. Ну все, ладненько, все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok